А на передании в регионе отцветковали День молодцы. По традиции, у этого свято во всех районах были подрыхтованы концертные и забавляльные пляцовки. Одна из наибольшим масштабных разгорнулася в Гомеле на набережной Ракисош. Чем организаторы порадовали гостей мероприемства, доведался наш корреспондент Павел Михно. Не глядя на то, что за несколько часов до начала мероприемства на дворе подрыхтовала для организаторов и гостей свято нечеканный сюрприз в глядя мощного дождя на больнице, святочная пляцовка не спынила свои працы. Концерт с уделом молодых выконавцев, дефилем моделей, дартс и многое из того, что обещали организаторы, у всех это, как и плановалось, подаровала гомельчанам асалоду от свято. Я как отдыхающая пришла сюда просто погулять, и тут оказывается такое масштабное событие, я не могла пропустить это мимо. Как потрясающе поет девушка, как прекрасно играют дети. Эта атмосфера зарядила меня, и я хочу пропитаться всем этим и находиться здесь подольше. Назва пляцовки «Запаливая молодь» кажа сама за себе. Не поспели организаторы, як след, оформить святочную пляцовку, як вокруг ЕЕ уже собралося шмат энергичных молодых людей, яких зацікавила литерально кожная дробисть того, что отбывается. Для активного и познавального вольного часу организаторы подрыхтовали интерактивные локации с забавляльными конкурсами и фотозонами. Увази молодых семью с детьми пляцовки с творчыми размалевками и веселыми гульнями. А для самых инициативных Гомельский городский комитет БРСМ ладзев спортивный квест. Традиционно городской организацией БРСМ устраивается праздник для молодежи. Здорово, что сегодня мы можем собраться на открытом воздухе, пофотографироваться, поиграть, посмотреть, послушать и зарядиться положительными эмоциями. Позитивную атмосферу подрымливали молодые гомельские ваконавцы, які спевали песни на любой густ. От свеком мероприемства стало проведение открытого турниру города Гомеля «Подрыв трайкингу». Он, кажется, такой большой, габаритный и неуправляемый. На самом деле, очень легко управлять и чувствуется вообще. Особенно этот сзади звук заводит еще больше. И шли попробовать тоже покататься на уровне с парнями. Думаем, не дадим в обиду девочек. Пакуль сцена строкатила яркими концертными номерами. Глядачы подтягывалися до святочной пляцовцы, каб потанчить разом с артистами. На свято молодые жахары Гомеля проезжали за компанию сябраме, а так само сбиралися с семьями. Ах это значит, что мероприемство стало еще одной доброй нагодой, каб подарить один-адному усмешки и душевную тепленью. Павел Михно, Игорь Марышенко, Телераде, компания Гомель.